Антон Павлович Чехов. Перпеттум мобиле. Читает Геннадий Постригайло. Судебный следователь Гришуткин, старик, начавший службу еще в дореформенное время, и доктор Свестицкий, меланхолический господин, ехали на вскрытие. Ехали они осенью по проселочной дороге. Темнота была страшная, ливнистовый дождь. — Ведь этакая подлость, — ворчал следователь, — не то, что цивилизации и гуманности, даже климата порядочного нет. Страна, нечего сказать, Европа тоже. Дождь-то дождь, словно нанялся подлец. — Да вези ты, анафема, поскорее, если не хочешь, чтоб я тебе, подлецу этакому негодяю, все зубы выбил! — крикнул он работнику, сидевшему на козлах. — Странно, Агей Алексеевич, — говорил доктор, вздыхая и кутаясь в мокрую шубу. Я даже не замечаю этой погоды. Меня гнетет какое-то странное тяжелое предчувствие. Вот-вот, кажется мне, стрясется надо мной какое-то несчастье. А я верю в предчувствие и жду. Все может случиться. Трупное заражение, смерть любимого существа. Хоть бы премишки-то постыдитесь говорить, о предчувствиях бабово этако. Хуже того, что есть, не может быть. Этакий дождь, ну чего хуже? Знаете что, Тимофей Васильевич, я больше не в состоянии так ехать. Хоть убейте, а не могу. Нужно остановиться где-нибудь, переночевать. Кто тут близко живет? — Иван Иванович Ежов, — сказал Мишка. — Сейчас за лесом, только мостик переехать. — Ежов? Ну, валяй к Ежову. Кстати, давно уж не было у этого старого грешника. Проехали лес и мостик, повернули налево, потом направо и въехали в большой двор председателя мирового съезда отставного генерал-майора Ежова. — Дома, — сказал Гришуткин, вылезая из тарантаса и глядя на окна дома, которые светились. — Это хорошо, что дома. И напьемся, и наедимся, и выспимся. Хоть и дрянной человечешко, но гостеприимен. Надо отдать справедливость. В передней встретил их сам Ежов, маленький сморщенный старик с лицом, собравшимся в колючий комок. — Очень кстати, очень кстати, господа, — заговорил он. — А мы только что сели ужинать и буженину едим. Тридцать три моментально. А у меня, знаете, товарищ прокурор сидит. — Спасибо ему, Ангелу, заехал за мной. Завтра с ним на съезд ехать. У нас завтра съезд. Тридцать три моментально. Гришуткин и Свестицкий вошли в зал. Там стоял большой стол, уставленный закусками и винами. За одним прибором сидела дочь хозяина, Надежда Ивановна, молодая брюнетка в глубоком трауре по недавно умершему мужу. За другим, рядом с ней, товарищ прокурора Тюльпанский, молодой человек с бачками и множеством синих жилок на лице. — Знакомы? — говорил Ежов, тыча во всех пальцами. — Это вот прокурор, это дочь моя. Брюнетка улыбнулась и, прищурив глаза, подала новоприбывшим руку. — Итак, с дорожки, господа, — сказал Ежов, наливая три рюмки. — Дерзайте, люди божие, и я выпью за компанию тридцать три моментально. Ну-с, будемте здоровы. Выпили. Гришуткин закусил огурчиком и принялся за буженину. Доктор выпил и вздохнул. Тюльпанский закурил сигару, попросив предварительно у дамы позволения, причем оскалил зубы так, что показалось, будто у него во рту по крайней мере сто зубов. — Ну, что ж, господа, рюмки-то ведь и не ждут, а? Прокурор, доктор, за медицину. Люблю медицину. Вообще, люблю молодежь. Тридцать три моментально. Что бы там ни говорили, а молодежь всегда будет идти впереди. Ну-с, будемте здоровы. Разговорились. Говорили все, кроме прокурора Тюльпанского, который сидел, молчал и пускал через ноздри табачный дым. Было очевидно, что он считал себя аристократом и презирал доктора-исследователя. После ужина Ежов, Гришуткин и товарищ прокурора сели играть в винт с болваном. Доктор и Надежда Ивановна сели около рояля и разговорились. Вы на вскрытие едете, начала хорошенькая вдовушка. Вскрывать мертвеца. Ах, какую надо иметь силу воли, какой железный характер, чтобы не морщусь, не мигнув глазом, заносить нож и вонзать его по рукоятку в тело бездыханного человека. Я, знаете ли, благоговею перед докторами. Это особенные люди, святые люди. — Доктор, а отчего вы так печальны? — спросила она. — Предчувствие какое-то. Меня гнетет какое-то странное тяжелое предчувствие. Точно ждет меня потеря любимого существа. — А вы, доктор, женаты? У вас есть близкие? — Ни души. Я одинок и не имею даже знакомых. Скажите, сударыня, вы верите в предчувствия? — О, я верю в предчувствия. И в то время, как доктор и вдовушка толковали о предчувствиях, Ежов и следователь Гришуткин то и дело вставали из-за карты и подходили к столу с закуской. В два часа ночи проигравшийся Ежов вдруг вспомнил о завтрашнем съезде и хлопнул себя по лбу. — Батюшки, да и что ж мы делаем? Ах, мы беззаконники-беззаконники. Завтра чуть свет нас ест ехать, а мы играем. Спать, спать, тридцать три моментально. Надька, марш спать. Объявляю заседание закрытым. — Счастливы вы, доктор, что можете спать в такую ночь, — сказала Надежда Ивановна, прощаясь с доктором. — Я не могу спать, когда дождь барабанит в окна и когда стонут мои бедные сосны. Пойду сейчас и буду скучать за книгой. Я не в состоянии спать. Вообще, если в коридорчике на окне против моей двери горит лампочка, то это значит, что я не сплю и меня съедает скука. Доктор Игорь Шуткин в отведенной для них комнате нашли две громадные постели, постланные на полу из перин. Доктор разделся, лег и укрылся с головой. Следователь разделся и лег, но долго ворочался, потом встал и заходил из угла в угол. Это был беспокойнейший человек. — Я вот все про бароньку думаю, про вдовушку, — сказал он. — Этакая роскошь, жизнь бы отдал. Глаза, плечи, ножки в лиловых чулочках. Огонь, баба. Баба, ой-ой-ой, это сейчас видно. И этакая красота принадлежит черт знает кому. Правоведу, прокурору. Этому жилистому дуралею, похожему на англичанина. Не выношу, брат, этих правоведов. Когда ты с ней о предчувствиях говорил, он лопался от ревности. Да что говорить, шикарная женщина, замечательно шикарная, чудо природы. — Да, почтенная особа, — сказал доктор, высовывая голову из-под одеяла. — Особо впечатлительная, нервная, отзывчивая, очень чуткая. Мы вот с вами сейчас уснем, а она, бедная, не может спать. Ее нервы не выносят такой бурной ночи. Она сказала мне, что всю ночь напролет будет скучать и читать книжку. Бедняжка. Наверное, у ней теперь горит лампочка. — Какая лампочка? — А она сказала, что если около ее двери на окне горит лампочка, то это значит, что она не спит. — Она тебе это сказала? — Да, мне. — В таком случае я тебя не понимаю. Ведь ежели она это тебе сказала, значит, ты счастливейший из смертных. — Молодец, доктор, молодчина, хвалю, друг, хоть и завидую, но хвалю. Не так, брат, за тебя рад, как за правоведа, за этого рыжего каналью. Рад, что ты ему рога наставишь. Ну, одевайся, марш. Гришоткин, когда бывал пьян, всем говорил ты. — Выдумывайте вы, Агей Алексеевич, бог знает что, право, — застенчиво ответил доктор. — Ну-ну, не разговаривай, доктор, одевайся и валяй. Как бишь это поется в жизни за царя, и на пути любви денек срываем мы как бы цветок. — Одевайся, душа моя, да ну же, Тимоша, доктор, да ну же, скотина. — Извините, я вас не понимаю. — Да что ж тут не понимать, астрономия тут что ли? Одевайся и иди к лампочке, вот и все понятие. — Странно, что вы такого нелестного мнения об этой особе и обо мне. — Да брось ты философствовать, — рассердился Гришоткин. Неужели ты можешь еще колебаться, ведь это цинизм? Он долго убеждал доктора, сердился, умолял, даже становился на колени и кончил тем, что громко выбронился, плюнул и повалился в постель. Но через четверть часа вдруг вскочил и разбудил доктора. — Послушайте, вы решительно отказываетесь идти к ней? — спросил он строго. — Ах, ну зачем я пойду? Какой вы беспокойный человек, Агей Алексеевич. С вами ездить на вскрытие — это ужасно. — Ну так и черт вас возьми, я пойду к ней. Я не хуже какого-нибудь правоведа или бабы доктора. Пойду. Он быстро оделся и пошел к двери. Доктор вопросительно поглядел на него, как бы не понимая, потом вскочил. — Вы, полагаю, это шутите? — спросил он, загораживая Гришоткину дорогу. — Некогда мне с тобой разговаривать. Пусти. — Нет, я не пущу вас, Агей Алексеевич. Ложитесь спать, вы пьяны. — По какому это праву ты из кулап меня не пустишь? — По праву человека, который обязан защитить благородную женщину. — Агей Алексеевич, опомнитесь. Что вы хотите делать? Вы старик, вам шестьдесят семь лет. — Я старик, — обиделся Гришоткин. — Какой это негодяй сказал тебе, что я старик? — Вы, Агей Алексеевич, выпивши и возбуждены. Нехорошо. Не забывайте, что вы человек, а не животное. Животному прилично подчиняться инстинкту, а вы царь природы, Агей Алексеевич. Царь природы побагровел и сунул руки в карманы. — Последний раз спрашиваю, пусть уж ты меня или нет, — крикнул он вдруг пронзительным голосом, точно кричал в поле на ямщика. — Каналья! Но тотчас же он сам испугался своего голоса и отошел от двери к окну. Он, хотя и был пьян, но ему стало стыдно этого своего пронзительного крика, который, вероятно, разбудил всех в доме. После некоторого молчания к нему подошел доктор и тронул его за плечо. Глаза доктора были влажны, щеки пылали. — Агей Алексеевич, — сказал он дрожащим голосом, — после резких слов, после того, как вы, забыв всякое приличие, обозвали меня Канальей, согласитесь, нам уже нельзя оставаться под одной крышей. Я вами страшно оскорблен. Допустим, что я виноват. Но в чем я, в сущности, виноват? Дама честная, благородная, и вдруг вы позволяете себе подобные выражения? Извините, мы более не товарищи. — И отлично. Не надо мне таких товарищей. — Я уезжаю сию минуту. Больше оставаться я с вами не могу, и, надеюсь, мы больше не встретимся. — Вы уедете на чем-с? — На своих лошадях. — А я на чем-же уеду? Да что же такое? До конца хотите подличить? Вы меня привезли на ваших лошадях, на ваших же обязаны и увезти. — Я вас довезу, если угодно. Только сейчас. Я сейчас еду. Я так взволнован, что больше не могу здесь оставаться. Затем Гришуткин и Свестицкий молча оделись и вышли на двор. Разбудили Мишку, потом сели в тарантас и поехали. — Циник! — бормотал всю дорогу следователь. — Если не умеешь обращаться с порядочными женщинами, то сиди дома и не бывай в домах, где женщины. Себя ли это бронил он или доктора, трудно было понять. Когда тарантас остановился около его квартиры, он спрыгнул и, скрываясь за воротами, проговорил. — Не желаю быть знакомым. — Прошло три дня. Доктор, окончив свою визитацию, лежал у себя на диване и от нечего делать читал в календаре для врачей фамилии петербургских и московских докторов, стараясь отыскать самую звучную и красивую. На душе у него было тихо, хорошо, плавно, как в небе, в синеве которого неподвижно стоит жаворонок. И это благодаря тому, что в прошлую ночь он видел во сне пожар, что означает счастье. Вдруг послышался шум подъехавших саней, выпал снежок, и на пороге показался следователь Гришуткин. Это был неожиданный гость. Доктор поднялся и поглядел на него сконфуженно и со страхом. Гришуткин кашлянул, потупил глаза и медленно направился к дивану. — Я приехал извиниться, Тимофей Васильевич, — начал он. — Я был по отношению к вам немножко нелюбезен и даже, кажется, сказал вам какую-то неприятность. Вы, конечно, поймете мое тогдашнее возбужденное состояние вследствие наливки, выпитой у той старой канальи, и извините. Доктор привскочил и со слезами на глазах пожал протянутую руку. — Ах, помилуйте, Марья, чаю? — Нет, не надо чаю, некогда. Вместо чаю, если можно, прикажите квасу подать. Выпьем квасу и поедем труп вскрывать. — Какой труп? — Да все тот же, унтер-офицерский, которые тогда ездили вскрывать, да не доехали. Гришуткин и Свестицкий выпили квасу и поехали на вскрытие. — Конечно, я извиняюсь, — говорил дорогой следователь, — я тогда погорячился. Но все ж, знаете ли, обидно, что вы не наставили рогов этому прокурору каналье. Проезжая через Алимонова, они увидели около трактира ежовскую тройку. — Ежов тут, — сказал Гришуткин, — его лошади. Зайдемте, повидаемся. Выпьем зельтерской воды и, кстати, на сиделочку поглядим. Тут знаменитая сиделка. Баба, ой-ой, чудо природы. Путники вылезли из сани и пошли в трактир. Там сидели ежов и тюльпанский и пили чай с клюквенным морсом. — Вы куда? Откуда? — удивился ежов, увидев Гришуткина и доктора. — На вскрытие все ездим, да и никак не доедем. В заколдованный круг попали. — А вы куда? — Да нас ест, батенька. — А зачем же так часто? Ведь вы третьего дня ездили. — Кой черт ездили? У прокурора зубы болели. Да и я не в себе как-то был все эти дни. — Ну что, пить будете? — Присаживайтесь, тридцать три моментально. Водки или пиво? Дай-ка нам, брат, сиделочка того и другого. — Ах, что за сиделка? — Да, знаменитая сиделка, — согласился следователь. — Замечательная сиделка. Баба, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Через два часа из трактира вышел докторский Мишка и сказал генеральскому кучеру, чтобы тот распряг и поводил лошадей. — Барин велел, в карты засели, — сказал он и махнул рукой. — Теперь до завтрева отсюда не выберемся. — Ну, и исправник едет. Стало быть, до послезавтрева тут сидеть будем. К трактиру подкатил исправник. Узнав ежовских лошадей, он приятно улыбнулся и вбежал по лесенке. Мари Делл, ее муж Подпраздничная ночь Опереточная певица Наталья Андреевна Бронина, по мужу Никиткина, лежит у себя в спальне и всем своим существам придается отдыху. Она сладко дремлет и думает о своей маленькой дочери, живущей где-то далеко у бабушки или тетушки. Эта девочка для нее дороже публики, букетов, рецензий, поклонников, и она рада думать о ней до самого утра. Она счастлива, покойна и жаждет только одного, чтобы ей не помешали безмятежно валяться, дремать, мечтать о дочке. Вдруг певица вздрагивает и широко открывает глаза. В передней раздается резкий отрывистый звонок. Не проходит и десяти секунд, как дребезжит другой звонок, третий. Отворяется шум на дверь, и в переднюю, стуча ногами, как лошадь, отдуваясь от холода и фыркая, кто-то входит. — Черт возьми, некуда шубу повесить, — слышит артистка хриплый бас. — Известная артистка, посмотришь, получает пять тысяч в год, а не может себе порядочной вешалки завести. — Муж, — морщится певица, — и, кажется, привел с собой ночевать одного из своих приятелей. Противно. Пропал покой. Когда в передней утихает громкое сморкание и установка калош, певица слышит в своей спальной осторожные шаги. Это вошел ее муж, Денис Петрович Никиткин. От него несет холодом и запахом коньяка. Он долго ходит по спальной, тяжело дышит и, натыкаясь в потемках на стулья, чего-то ищет. — Ну, чего тебе? — стонет певица, когда ей надоедает эта возня. — Ты меня разбудил. — Я, душенька, спички ищу. Ты, стало быть, не спишь, а я тебе поклон принес. Кланяется тебе этот, как его, рыжий, что постоянно тебе букеты подносит, загвоздкин. И сейчас только что у него был. — А зачем ты у него был? — Да так, посидели, потолковали, выпили. Как хочешь, Натали, а не нравится мне этот субъект. Ужасно не нравится. Такой болван, каких мало. Богач, капиталист, тысяч шестьсот имеет, а нисколько в нем этого не заметно. Для него деньги, что псу редька. И сам не трескает, и другим не дает. Надо капитал в оборот пускать, а он за него держится, расстаться боится. А что толку в лежачем капитале? Лежачий капитал — это та же трава. Муж нащупывает край кровати и, отдуваясь, садится у ног жены. — Лежачий капитал — это вред, — продолжает он. — Почему в России дела хуже пошли? А потому что у нас лежачих капиталов много. Кредита боятся. Не то, что в Англии. В Англии, брат, нет таких гусей, как этот Загвоздкин. Там каждая копейка в оборот пускается. Да, в сундуках там не держат. — Ну и отлично. Я спать хочу. — Я сейчас. О чем бишь я? А, да, по нынешним временам Загвоздкина повесить мало. Подлец и дурак. Дурак и больше ничего. Ежели б я безручательства у него просил взаймы, а то ведь и ребенку видно, что тут никакого риска нет. Не понимает осел. За десять тысяч он сто бы получил. А через год бы у него еще сто тысяч было. Просил, толковал, так и не дал, болван. — Надеюсь, что ты не от моего имени у него взаймы просил? — Странный вопрос, — обижается муж. Во всяком случае, он мне бы скорее дал десять тысяч, чем тебе. Ты женщина, а я все-таки мужчина, деловой человек. А какой проект я ему предлагал? Не воздушные шары, не химеры какие-нибудь, а дело, суть. Ежели на понимающего человека наскочить, так за одну идею могут тысяч двадцать дать. Ты даже поймешь, если тебе рассказать, в чем дело. — Только ты того, не разболтай, мини. Да я, кажется, уже говорил тебе. Помнишь, говорил тебе про кишки? — После. — Говорил, кажется. Понимаешь, в чем дело? — Теперь гастрономические магазины и колбасники получают кишки на месте и за дорогую цену. Ну-с, а ежели привозить сюда кишки из Кавказа, где они нипочем выбрасываются, то как, по-твоему? У кого колбасники будут покупать кишки? Здесь, в бойнях или у меня? Конечно, у меня. Ведь я буду продавать в десять раз дешевле. Теперь станем так рассуждать. Ежегодно в столицах и в центрах покупается этих самых кишок на, положим, на пятьсот тысяч. Это минимум. Ну-с, а ежели... — Ой, ну завтра расскажешь. После. — Да, правда. Тебе спать хочется. Пардон, сейчас уйду. — Что ни говори, а с капиталом куда ни сунься, везде можно дело сделать. С капиталом даже на окурках можно миллион нажить. Взять хоть ваше театральное дело. Почему, например, Лентовский прогорел? Очень просто. С самого начала не так дело повел. Капитала нет, а он вовсю Ивановскую жарит, сломя голову. Нужно сначала капиталом заручиться, а уж потом потихоньку да полегоньку. Нынче на частном или народном театре отлично нажить можно. Ежели ставить настоящие пьесы, по дешевой цене пустить, до публики в жилку попасть, то в первый же год сто тысяч в карман можно положить. Ты вот не понимаешь, а я верно говорю. То же ведь и ты лежачие капиталы любишь, не лучше этого шута Загвоздкина. Копит и сама не знает для чего. Не слушаешься, не хочешь. Пустила бы в оборот, так не мыкалась бы по свету белому. Ведь для первого раза, чтобы частный театр устроить, довольно и пяти тысяч. Не так, конечно, как Лентовский, а скромно, потихоньку. — Антрепренер у меня уже есть, помещение я присмотрел, денег только нет. Если бы ты понимала, то давно бы уже рассталась со своими этими разными пятипроцентными процентными выигрышами. — Нет, Мерси, ты и так уж меня достаточно пощипал. Будет с меня наказано. — Ну, ежели по бабе рассуждать, то конечно, — вздыхает Никитин, поднимаясь, — конечно. — Будет с меня. Ну, ступай, не мешай мне спать. Надоело твои бредни слушать. — Хм, так-с, конечно, пощипал, обобрал. Мы что сами даем, то помним, а что берем, того не помним. — Я у тебя никогда ничего не брала. — Так ли? А когда мы еще не были известной артисткой, то на чей счет мы жили? — А кто, позвольте вас спросить, вытянул вас из нищеты и осчастливил? Этого вы не помните? — Ну, ступай, спи, пойди проспись. — Ежели я кажусь вам пьян, ежели я для такой персоны низок, то я могу вовсе уйти. — И уходи, отлично сделаешь. — И уйду. Довольно уж я унижался. И уйду. — Ах, боже мой, да уходи же, я буду очень рада. — Ладно, увидим. Никиткин что-то бормочет про себя и, натыкаясь на стулья, выходит из спальной. За сим доносятся из передней шепот, шарканье калош и звук запираемой двери. Муж всерьез обиделся и ушел. — Слава богу, ушел, — думает певица. — Теперь спать можно. И засыпая, она думает о своем муже. Кто он и откуда взялось это наказание? Когда-то он жил в Чернигове и служил там бухгалтером. Как обыкновенный серенький обыватель, а не ее муж, он был очень сносен. Ходил на службу, получал жалования, и все его проекты и затеи не шли дальше новой гитары, модных брюк и янтарного мундштука. Ставший же мужем знаменитости, он совсем преобразился. Певица помнит, что когда впервые она объявила ему, что поступает на сцену, он долго ломался, возмущался, жаловался ее родителям, гнал ее из дому. Пришлось поступать на сцену без его позволения. Потом же, узнав по газетам и от людей, что она берет хорошие куши, он простил ее, бросил бухгалтерию и стал ее прихвостнем. Диву давалась артистка, глядя на прихвостня. Когда и где успел он приобрести новые вкусы лоск и замашки? Где он узнал вкус устрицы бургонских вин? Кто научил его одеваться по моде, причесываться, говорить Натали вместо Наташа? — Странно, — думает певица. Прежде, бывало, получит жалование и прячет, а теперь и ста рублей в день ему мало. Бывало, при гимназистах говорить боялся, чтобы глупости не сказать, а теперь даже с князьями фамильярничает. Дрянной человечешка. Но вот певица опять вздрагивает, опять в передней дребезжит звонок. Горничная, бронясь и сердито шлепая туфлями, идет отворять дверь. Опять кто-то входит и стучит, как лошадь. — Вернулся, — думает певица. — Когда же, наконец, дадут мне покой? Это возмутительно. Артистка овладевает злоба. — Постой же, я покажу тебе, как в комедии играть. Ты у меня уйдешь. Я заставлю тебя уйти. Бронина вскакивает и, босая, бежит в маленький зал, где обыкновенно спит на диване ее муж. Застает она его в то время, когда он раздевается и старательно складывает свою одежду на кресло. — Ты же ушел, — говорит она, глядя на него блестящими ненавидящими глазами. — Зачем же ты вернулся? Никиткин молчит и только сопит. — Ты же ушел. Изволь сию же минуту убираться. Сию же минуту. Слышишь? Муж кашляет и, не глядя на жену, снимает помощи. — Если ты, нахал, не уйдешь, то я уйду, — продолжает певица, топая босой ногой и сверкая глазами. — Я уйду. Слышишь ты, нахал, негодяй, лакей, вон. — Постыдилась бы хоть при посторонних, — бормочет муж. Певица оглядывается и теперь только видит незнакомую ей актерскую физиономию. Физиономия, видевшая оголенные плечи и босые ноги артистки, сконфужена и готова провалиться. — Рекомендую, — бормочет Никиткин. — Провинциальный антрепренер безбожников. Певица вскрикивает и убегает к себе в спальную. — Вот-с, — говорит муж, растягиваясь на диване. — Все шло как по маслу, милый, разлюбезный мой, хороший, поцелуи и объятия. А как только дело коснулось до денег, то, как видите, великое дело — деньги. Спокойной ночи. Через минуту слышится храп. Субтитры создавал DimaTorzok